Интересная история с жизнью опера, как мы и лоханулись одновременно, конечно же, и не лоханулись. В общем, в одном из районов нашей прекрасной страны, одна из серьезных организаций, контор я бы даже назвал серьезных, повадилась крышевать наркоторговцев. А мы работали в УБОПе, и мы не позволяли, ну не точно не позволяли, мы крупные наркоторговцы, если мы на них выходим, то мы все на прослушку проводим, УРМ и так далее. Вот у нас даже на прослушке были голоса определенные, которые палевные, если бы мы руководство доложили, но так и не было даже, ну не было дан ход этому делу. То есть даже есть разговоры сотрудников с наркоторговцем, ну со всякими понятными намеками. Но этому ход никто не дал. Вот. Ну это опять все давным-давно, да, в начале 2000-х. Вот. Я уже, а, я уже операм отработал в уголовном розыске, поработал следователем, уже я майор, да, где-то сколько получается мне, 27 лет. И, ну работаем с коллегами. И вот приходит к нам девочка одна, как потом оказалась засланная определенными структурами. И говорит, я могу купить 100 грамм героина у таджика там-то, там-то за 70 тысяч рублей. Мы такие, о, ну супер, типа давай все оформляем оперативное мероприятие, контрольную закупку, все, там она договорилась, там, допустим, на послезавтра. Вот. Ну и мы собираемся, то есть, а фишка в том, что таджик встречу назначил в лесу на полянке. Ну всем об этом объявили. Естественно, блин, только я пришел там, ну в спортивной одежде, еще там товарищ пришел, ну он любитель такой, он пришел с ружьем, с резиновыми пулями и в камуфляже. А все остальные по-летнему в шортах, в шлепанцах, руководство примерно так же. То есть, ну, не то, что в шортах, в шлепанцах, но в пиджаках, неподготовленный там, ну, руководитель не самого высокого ранга, ну вот чуть выше стоящий руководство, который также, в принципе, такие же опера, грубо говоря. Вот. Тоже так же. Ну и в итоге, то есть, из тех людей, кто вообще серьезно готов в лес полезть, только нас двое. Ну как-то все-таки вроде расставились, выставились. Если бы знали, конечно, что это подстава была. Ну и, в общем, она стоит, ждет этого таджика, он ей звонит на телефон, говорит, перейди на соседнюю полянку. Она пошла на соседнюю полянку, пока мы тихонько перебирались на соседнюю полянку, она уже выходит такая, и нам отдает героин. То есть, отдала ему 100 тысяч, ой, 70 тысяч отдала ему, а нам 100 грамм героина. Вот, пожалуйста, типа я купила, как и обещала. И этот побежал. А сами знаете, да, одно дело опера, которые уже майоры, да, уже с животиком, уже бегать уже не наша участь. Вот. И пули ему в спину всадить тоже нельзя при таких обстоятельствах, потому что, если там ни пальчиков, ничего нет на этом героине, да, ну, как бы тут можно и влететь. Проще, говорю, его отпустить, чем его застрелить. А еще нет ничего хуже, чем стрельнуть вообще человеку в ногу, да, потому что тогда он живой останется и может показания давать. Естественно, показания будут против опера. Мертвый-то не будет давать показания против опера. Вот. Сопротивлялся, не сопротивлялся, убегал, не убегал, кто знает. А живой скажет, да, я ничего не делал, вообще шел, я грибник, знать ничего не знаю. Вот. Ну, в общем, он, короче, смог убежать, потому что нас было мало, все отцепить мы не смогли и так далее. А как мы поняли, это было уже оперативное мероприятие против нас. То есть, они были уверены, то есть, они решили грамотно наш отдел подставить. Они были уверены, что, то есть, ну, 70 тысяч ушли, а 70 тысяч нам выделяют, ну, казенные деньги там на закупки, да, выделяют, в принципе, нормальный денег. Вот. То есть, ну, берешь эти деньги, потом надо вернуть. Либо признавать свою ошибку и, соответственно, их списывать. Вот. Ну, и, соответственно, что делать? А, они рассчитывали, что мы этот героин, там, ну, я не знаю, либо там кому-нибудь, там, найдем какую-нибудь барыгу и скажем, давай, реализуй, нам надо бабки вернуть в МВД. Вот. Или, ну, я не знаю, что они рассчитывали, или припрячем там для личных нужд рыбы кормить, например. Вот. А мы взяли и этот героин просто тупо оформили. То есть, мы ее оформили, как добровольную выдачу этих 100 граммов героина. Вот. Оформили, что деньги, ну, типа, деньги не успели отдать. Вот единственное, да, мы схитрили, что деньги не успели отдать. Ну, все скинулись, конечно, там, по 10 тысяч, грубо говоря. Вот. Вот вернули эти 70 тысяч, ну, вот оформили, что, как бы, деньги никуда не ушли. То есть, ну, вроде это даже прошло, как небольшая палка нам. То есть, из оборота изъято 100 грамм героина. Это, как бы, сами понимаете, сколько доз. Вот такая вот история. То есть, ну, вот этой девочке были, естественно, прямые указания данные, что, вот, все, таджик получает деньги, убегает, она выходит, отдает героин, чтобы таджика этого не поймали. Это вот было сделано с целью, чтобы нас дискредитировать, потому что, ну, я вам честно скажу, на мой взгляд, в большом количестве других отделов полиции, других работников полиции, я думаю, этот героин бы, ну, не сдавали. Там, может быть, там, я не знаю. Ну, как, что-то с ним бы придумали, да, но не оформляли бы, да, и не скидывались бы. Вот. Ну, мы вот поступили вот так вот, по-честному, и не пожалели. Потом, когда оказалось, да, что это была операция в отношении нас. Вот, оказалось, что, если все честно делать, все порядочно делать, никаких проблем не будет.